Девушки отдыхают И верила, что это навсегда Так и он стал москвичом Я абсолютно не осуждаю такую историю, потому что человек, который хочет пробиться, он любыми способами Ну это, кстати, очень лайтовый способ Ну что такое фиктивный брак, я вас умоляю Расписался с каким-то мужиком, и что? Для Лолиты действительно, и что? Ведь брак с Милявским был уже вторым фиктивным браком в жизни певицы Вот что мне сказать, я могу сказать извините В первый раз Лолита вышла замуж за своего однокурсника Александра Беляева Девушка не хотела, чтобы после окончания института культуры Ее распределили из Москвы в какую-нибудь глухомань Она очень талантливая певица, очень яркая, самобытная такая И, конечно, не просто там из Киева попасть в Москву на эстраду И, конечно, нужна была и прописка, и, конечно, знакомство Позже Лолита еще несколько раз была в ЗАГСе И, несмотря на многочисленные разводы, всегда отзывалась обо всех мужьях хорошо Слушайте, каждый брак у меня счастливый Когда проживаешь в определенном возрасте, понимаешь, каждый брак и каждый мужик офигенный, правда Но последний муж, тренер по сквошу Дмитрий Иванов, стал исключением Лолита о нем даже вспоминать не хочет Более того, она пытается доказать через суд, что ее брак с ним был фиктивным Мы считаем, наша судебная позиция, что Дмитрий, вступая в брак с Лолитой, преследовал корыстные интересы Один из этих интересов, но это не исключительно только этот интерес Но один из них – это получение израильского гражданства Потому что сразу же после получения израильского гражданства и урегулирования всех формальностей Дмитрий подал документы на развод Вот такой круговорот штампов в паспорте в природе Фиктивные браки были очень распространены в советские времена Брак с жителем Москвы давал тебе прописку А значит, возможность работать в Москве, получить тут квартиру и тому подобное Такая ситуация была и у известного певца Евгения Мартынова Где же ты, моя любимая, возвратись скорее Мартынов приехал в Москву из небольшого городка Камышино Он довольно быстро прославился Его песни пели Кобзон и Лещенко, а он ютился в столице без своего угла Знаменитый советский певец Евгений Мартынов пошел на фиктивный брак с Курского вокзала В прямом смысле, потому что ему негде было жить И он неоднократно там приходилось ему ночевать Какое-то время Мартынов снимал квартиру на двоих с некой костюмершей Аленой Чисто по-соседски Она-то и предложила Евгению фиктивный брак Мол, чего ты мучаешься? Вот эта Алена где-то была прописана И она в движении, так сказать, получила ту московскую прописку Которая была необходима, чтобы претендовать на какое-то решение своего же личного вопроса Насколько я помню, Женя заплатил Алене 2000 рублей Довольно весомая сумма для 70-х Но деньги для Мартынова были не проблемой Певец и композитор очень хорошо зарабатывал на авторских отчислениях Поэтому после фиктивного брака и развода Он моментально приобрел кооперативную квартиру Вот деньги есть, а Женя сколько получал в этом, в 75-м году Вообще, могу сказать, примерно Ну, несколько месяцев, как он сказал, по 11 тысяч рублей Вот это когда Лебединый верный Представляете, вся страна поет и все отчет пишут А кооперативная квартира стоила тогда, ну, сколько она могла стоить Еще цена была какая-то, типа, даже однокомнатная По-моему, то ли три с чем-то, то ли там, ну, не больше пяти Свою настоящую любовь Евгений Мартынов встретил в 30 лет Ею стала 18-летняя пианистка Эвелина Одна судьба слилась с другой судьбой Когда, конечно, мои родители когда узнали, что я с ним познакомилась В первый день вообще они мне сказали, ты вот поверил, что это он вообще, может, он тебя обманул Это вообще никакой Евгений Мартынов Меня даже, если честно, меня даже, как бы, заперли дома С Эвелиной певец прожил всю жизнь, до самой своей смерти в 1990 году Мартынов скончался от сердечного приступа Говорят, в последние годы, растеряв свою славу, он сильно злоупотреблял алкоголем Вот сердце и не выдержало Его нашли без чувств в подъезде Смотрю, уже стоит скорая помощь возле нашего дома Он лежит ногами вперед, туфли сняты И мне врач говорит, говорит, умер И смотрю, у него уже вот здесь ногти посинели И все А я подошла к врачу, говорю, доктор Я говорю, если бы вовремя, может быть, помощь оказали, может Он говорит, вряд ли, вряд ли Евгений Мартынов прожил всего 42 года, но на память нам навсегда остались его прекрасные песни На земле жили-прожили мы не зря Михаил Ефремов был официально женат пять раз Но первый раз в ЗАГСе он получил штамп фиктивно Ефремов решил помочь однокурснице Елене Кальяновой стать москвичкой Тема прописки в наше время, она имела место быть безусловно То есть я не знаю, что там с законами поменялось Я была москвичка все время, у меня не было проблем Но я помню, как на четвертом курсе Катин Ярцев А он был очень законопослушный гражданин Это наш друг Я помню, как он сказал Ну что, давайте, значит, вы все там на финишной прямой Что я скажу вам, иногородние Выходите замуж, женитесь на москвичах Это был самый короткий брак в жизни Ефремова Фиктивные супруги развелись уже через месяц Елена Кальянова стала и актрисой, и москвичкой, как и мечтала Правда, в отличие от бывшего фиктивного мужа Она играет преимущественно в эпизодах Как девчонка, представляешь? Интересно, что ее второй брак тоже был фиктивным Но на этот раз уже Елена помогала жениху Театральному постановщику с пропиской Если человек учился в Москве, ему совершенно не хотелось оттуда езжать И для того, чтобы остаться А не уйти по распределению, не уехать куда-то за Урал Или куда-то там на Целину То, в общем-то, надо было либо выйти замуж Или жениться на москвичей или на москвичке Ефремов после Гальянова еще трижды женился на актрисах Уже по любви На Асе Воробьевой, Евгении Добровольской и Ксении Качалиной Но все браки закончились разводом Сразу видно, что я сумасшедшая И связываться со мной никто не хочет Угомонился любвеобильный актер Только в пятом браке со звукорежиссером Софией Кругликовой Что-то в этом, наверное, есть Наверное, вообще с актрисами жить трудно, я так думаю Я не актер, но я так думаю У меня брат актер Вот, и, видимо, вот когда он встретил женщину, которая за кадром Но при этом она тоже творческая личность И, видимо, он вдохновлен был Сейчас верная жена ждет Михаила Ефремова из колонии Куда он попал после совершения смертельного ДТП в 2020 году? А вы знали, что Юлия Высоцкая когда-то была женой актера Анатолия Кота? Впрочем, тот брак был фиктивным Владеет, что поддержала Она стала очень хорошей актрисой, я должна сказать Она когда начинала, мне она не нравилась Сейчас на нее очень интересно смотреть с возрастом Она прям превратилась в такую Отличную актрису, отличную В 90-м году Высоцкая поступила в Белорусский театральный художественный институт И подружилась с актером Анатолием Котом Без всякого намека на любовь Когда он не переносит свои проблемы на других Когда он не выражает свое настроение на других Всегда ровный, всегда позитивный Всегда вот это я очень ценю в людях Позже Белоруссия и Россия стали разными странами А Юлю как раз пригласили работать в лучший театр республики Но для этого нужно было белорусское гражданство И Юля обратилась к Коту Толь, но будь моим мужем Ну, фиктивно как Она все равно же была знакома с человеком Естественно, были какие-то даже дружеские отношения Если это друг, который может ей помочь, почему бы нет В итоге пара оформила брак Юля получила гражданство и смогла работать в Белорусском театре Позже она спокойно развелась и вернулась в Москву Где встретила своего настоящего мужа Андрея Кончаловского А вот фиктивный брак Александра Маршала перерос в настоящий Ну, это мой хороший друг И, в общем-то, очень достойный мужчина Почему нет? И хороший исполнитель Это случилось в молодые годы, вспоминает артист Ему, как многим нестоличным музыкантам, была нужна прописка И он решил предложить знакомой москвичке фиктивный брак Девушка согласилась Парочка быстро сбегала в ЗАГС А потом... Продолжая встречаться и общаться, молодые люди И не заметили, как влюбились друг в друга И они передоговорились Ну, может быть, не вслух, не на бумаге где-то Но у них там появились чувства, желания близости То есть вот они отошли от первоначального договора Хорошо это или плохо, да, на самом деле решают они сами В итоге фиктивный брак Маршала стал настоящим И продлился несколько лет Причинами развода певец называет то, что жена постоянно нарушала его личное пространство В моем понимании, женщина прежде всего должна быть другом Потом любовницей, потом там хозяйкой и так далее Сначала друг Если ты с женщиной со своей не находишь общего языка То дальнейшая жизнь бессмысленна Какой бы она красивой и любовницей, какой бы она в постели не была Это не играет, это уже неинтересно То есть это заканчивается рано или поздно После Маршал еще не раз был женат А уж сколько романов у него было и не сосчитаешь А недавно 64-летний певец тайно обвенчался со своей возлюбленной 28-летней Кариной Нугаевой Вышла первый раз фиктивно замуж и актриса Елена Майорова В 80-х годах во всех вузах страны была система распределения Иногородних студентов отправляли работать в провинцию А Майорова училась у Олега Табакова И он, конечно, не хотел отпускать своих талантливых студентов в другие театры Он советовал всем своим студентам, которые приехали из провинции Что обзаводитесь московской пропиской Потому что это вам необходимо для вашей успешной карьеры И, по всей видимости, Елена Майорова приняла этого внимания И договорилась со своим однокурсием, Владимиром Чеплыгиным Вступить в фиктивный брак Но случилось непредвиденное Оказалось, Чеплыгин был влюблен в Майорову И это стало большой проблемой для актрисы Конечно, она очень красивая И очень талантливая, зажигательная, обаятельная Она, если входила, все сразу в нее и влюблялись В итоге актриса быстренько развелась с Чеплыгиным Позже она вышла замуж за художника Сергея Шерстюка Но жили долго и счастливо тоже не получилось Когда актрисе было 39 лет, она погибла Сгорела заживо, облившись керосином из лампы Одни говорят, что она курила и случайно обронила на платье горящую спичку Другие намекают на самоубийство Что там произошло, этого не узнает никто Потому что лампа была Ну, естественно, это уже везде все зафиксировано Все всем показано Но сделала ли она это сама или нет Этого не узнает никто Никогда это ее тайна И она унесла ее с собой Уже объятая пламени Майорова сумела добежать до театра Моссовета Она жила совсем рядом Вахтеры тут же вызвали скорую Актрису увезли в больницу Но степень ожогов оказалась смертельной Я вошла на вахту Театр имени Моссовета И там были следы Пепел Она вошла к нам на вахту Я просто там работаю Я взяла, поехала, развернулась и узнала Где, когда, куда Приехала в Склифосовского Сама нашла ее в ожоговом центре А ее муж был на даче Ну, так случилось В этот момент его не было И не было никого А я просто проезжала мимо Я провела там сутки И она умерла в моих глазах Дух испустила Фиктивный брак для Елены Кандулайнен Закончился полным разочарованием Это был ее второй брак Начало истории вполне банально Актрисе нужна была московская прописка Не сердитесь И постарайтесь меня понять Для этого она расписалась Со знакомым столичным бизнесменом Но со временем Елена поняла Что любит своего фиктивного мужа Женщины, они так устроены Что вот они с одной стороны говорят Что он мне ничего не надо Он мне только для здоровья Или да я вообще просто так А внутри при этом, да, их гложет Ну почему же он в меня не влюбился-то? Ну почему же он в меня? Я же, разве я не прекрасная? Ну как можно вот так вот со мной просто дружить Или просто находиться в формальном союзе? В итоге фиктивные супруги стали настоящими В семье даже родился сын Но через несколько лет муж ушел от Кандулайнен По ее словам, он был против, чтобы жена Блистала на киноэкране Причем нередко без одежды Елена Кандулайнен Это самый первый и единственный секс-символ С советского экрана, да, потому что Большинство людей просто приходили в киноэкран Помните, там висели такие плакаты наших актеров, да Всегда была очередь сначала у Алферовой, да А потом у Кандулайна У Алферовой, видимо, как бы посмотреть на глаза А у Кандулайна на актерское мастерство Которое прямо выпирало из фотографий Вот Актриса сильно переживала тот развод Она так надеялась, что ее фиктивный брак Перерос в настоящий И они будут жить долго и счастливо Но увы А я до сих пор не могу отойти от этого потрясения Развод с мужем До сих пор Да потому что вот мне казалось, что это на всю жизнь Я настолько была уверена в человеке Мне казалось, что я могу подвести, но не он А оказалось, что я что-то многого в жизни не знаю После Кандулайнен еще пару раз побывала за божем И все неудачно Вот уже много лет актриса одна Прохор Шаляпин Мастер скандалов и пиара Ну вы поймите, это тоже талант Быть таким И органично себя в этом чувствовать Я, например, себя не вижу в этом А Прохор себя очень органично в этом чувствует Был и в жизни Шаляпина фиктивный брак У меня первая моя жена официальная Была гражданка Украины Которой я помог получить российское гражданство Вот так вот действительно было Но об этом браке никто ничего не слышал А вот женитьба Прохорана Ларисе Копенкиной Которая была старше его почти на 30 лет Наделала много шума Естественно, никто не поверил в искреннюю любовь парочке А Шаляпину этого и не нужно было Лишь бы о нем говорили Как прекрасно и весело Мальчик понял Во-моему, из Нижнего Новгорода и откуда-то И он понял прекрасно, что ему надо как-то провести Какую-то регаслировку военных действий Чтобы выйти на эту пену То есть подняться наверх Конечно, для меня это не очень приемлемо И не очень приятно это все смотреть Младого мальчика со старенькой девушкой Я прикидываю сразу на себя Взяла бы я молодого мальчика Знахрен он мне нужен, думаю я Зачем же он был нужен Копенкиной? А вот зачем Когда парочка все же развелась Тут-то и выяснилось, что это был контрактный брак Своей женитьбой Прохор и Лариса Должны были привлечь внимание к бизнесу Копенкиной Мы вот сейчас с вами сидим в центре Москвы В агенции недвижимости Ну не буду назвать имя Название, не важно И вот мы должны были пиарить с Ларисой этот объект И соответственно у нас был контракт Что мы обязательно его пиарим Ни в коем случае не ругаемся Не наносим ущерб Но контракт закончился А с ним и брак Уж не знаем, насколько выиграла от него Лариса Но Шаляпину явно этого было мало Он продолжил устраивать шоу и своих отношений Что с Анной Калашниковой? Я купился на это только из-за ребенка Я верил до последнего, что это мой ребенок Но потом, когда я понял, что это не мой ребенок Я понял, что надо сматывать удочки И бежать пока не поздно Что с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной? Ну, Виталина Сабалюк-Романовская Ну, она считается гениальной пианисткой Пусть считает Она, в принципе, плохого мне ничего не сделала Кроме того, что позлословила Многие подозревают, что никаких отношений и не было Все вновь устраивалось ради привлечения внимания к своей особе Вот есть, к примеру, передача Голос 60+, вот Я вообще не понимаю, почему его не взяли туда, ну, в жюри Потому что он бы просто взвертелся бы на кресле, как бы, очень долго Особенно странным выглядит последний Или лучше сказать, крайний брак певца Он якобы женился на богатой бизнес-вумен Татьяне Дэвис Которая вскоре, по словам Прохора, умерла от коронавируса До сих пор никто не знает, куда пропала его супруга Потому что до сих пор люди сомневаются Действительно ли она скончалась от коронавируса Поэтому до сих пор эта история не исключена Что она еще, может быть, через какое-то время Получит громкое продолжение Виктор Мерешко всю жизнь прожил с единственной женой Тамарой Их союз считался прочным и счастливым Хотя, как признавался сам сценарист, он был далеко неверным мужем Ну, понимаете, Мерешко, он известнейший сердцеед был И вообще он был такой, как бы это сказать-то поприличник Ну, он так, он любил женщин Я даже тоже испытала на себе его какие-то ухаживания в свое время Но в том браке Мерешко пришлось на время развестись Чтобы фиктивно жениться на другой И вновь все ради прописки Фиктивной женой сценариста стала некая Вера Несмотря на женитьбу на ней, жить Мерешко продолжал с Тамарой Но Вера вдруг начала ревновать Оказалось, она давно имела на Виктора виды И надеялась увезти его из семьи Тем более с реальным штампом о браке Пришлось Мерешко в срочном порядке разводиться Я ненадолго еду, ты жди меня Все будет окей, понимаешь? Ибо тут получалась такая ситуация Что мужчина популярный артист Он обеспеченный Он мог стать для этой девушки Предметом ее вожделения Виктор Мерешко прожил с любимой Тамарой 31 год Но в возрасте 51 года Его жена скоропостижно скончалась Драматург очень любил свою Тамару Но на людях это не демонстрировал Многие коллеги, памятуя Как легко Мерешко заводил романы с другими женщинами Даже не понимали Насколько была важна и дорога ему жена Когда умерла моя жена Я ей позвонил Интересный был звонок Я говорю, Нонна, ты знаешь, что Тамара умерла? Какая Тамара? Я говорю, моя Тамара, жена А нахрена ты мне это говоришь? Я говорю, то есть как это? Настроение мне хочется спросить, что ли? Я не ждал, что так можно отреагировать На сообщение, что умерла моя жена После смерти жены Виктор Мерешко пообещал детям Что больше никогда не женится И сдержал свое слово Сценарист прожил один До самой своей смерти В январе 2022 года Был фиктивный брак и у Леонида Ермольника В начале своей карьеры Леонид женился на студентке Медицинского университета Елене Тоже ради прописки Когда дело было сделано Пара рассталась Я не знала Я думала, он москвич Ермольник Он такое впечатление производит Московского мальчика Ну вот так, ну вот Ну надо было Люди пытаются как Ну он, слава богу, там никого не убил Никого не обманул Каких-то старушек Не прирезал Ну ничего Ну что в этом такого-то Ну что в этом такого страшного Но в какой-то момент Ермольнику стало страшно Когда не получилось расстаться с фиктивной женой быстро Ведь раньше для развода, как и заключение брака Отводилось несколько месяцев А Ермольник к тому времени влюбился в другую девушку И очень торопился развестись Чтобы его избранница не увидела штамп в паспорте Доказывая ей потом, что это все было фиктивно И вообще Неприятностей будет Масса Если он нашел девушку, которая не имеет отношения Там ни к профессии, ни к чему И вообще к фармацевтике там имеет отношение Провизора, она или кто там, я уж не знаю Вот, она ему в этом помогла То тоже очень хорошо Потому что сейчас у каждого, извините меня Есть пара скелетов в шкафу, да? Ну вот у Ермольника скелет фармацевта в шкафу Ну ладно, не будем его открывать Главное, что сейчас он создает ощущение Полностью человека, который уверен в себе И он много чего сделал Сегодня Леонид Ермольник вот уже 39 лет счастлив В браке с женой Оксаной И не любит вспоминать о фиктивном эпизоде своей жизни Люди не очень любят вспоминать о том Что у них были некие такие формальные, фиктивные браки Потому что это рушит некий идеальный образ Естественно, вот гораздо красивее звучит Они встретились, полюбили друг друга И жили вместе счастливо Краткого экскурса в мою жизнь уже достаточно